Водитель с места происшествия скрылся. Эта фраза не слишком часто, но все же с завидной регулярностью звучит в сводках ГИБДД. Оставление места ДТП, как часто оно происходит, что движет автомобилистами, по чьей вине произошло столкновение с другим авто или наезд на пешехода. Вместе с сотрудниками Магнитогорской госавтоинспекции мы попытались разобраться в этом вопросе. 31 декабря, буквально за несколько часов до Нового года, инкассаторам одного из банков города пришлось пережить несколько очень тревожных минут. На пересечении улиц Правда и Мичурина в их автомобиль, перевозивший крупную сумму денег, врезалась Лада Приора. Наш автомобиль двигался по главной дороге. Водитель ударил нашу машину в заднее колесо. Произошло ДТП. И после ДТП водитель, после совершения, он скрылся, даже не выходя из машины. Первым, конечно, это у человека, что произошло нападение. Но когда он сдал назад и уехал, то тут же ясно было, что это просто нарушение правил дорожного движения грубое. Все службы сработали оперативно. Машина нарушителя была найдена еще до полуночи. Была установлена автомобиль марки Лада Приора Универсал. Находилась она возле дома, по улице Зостоевского. Ну, с видимыми повреждениями, то есть, соответственно, там передняя часть очень хорошо повреждена, можно так посмотреть. Вот видите, да, госномер, фрагмент госномера лежит. Вот, тут танкифриз у него выбежал. Вот, обнаружили водителя, задержали, привлекли. Ну, водитель объяснял, что не имел водительского удостоверения, ни страховки, покинул место происшествия. За 12 месяцев 2017 года в Магнитогорске было зарегистрировано 1140 ДТП, в которых виновные покинули место происшествия. Из них с пострадавшими 42 случая. Процент раскрываемости составил 85%. Среднеобластной показатель 67%. Общее количество за 2017 год, за 12 месяцев, с учетом того, что было зарегистрировано 1140 материалов, было разыскано и привлечено к административной ответственности 732 водителя. За данное нарушение предусмотрено лишение права на управление от года до полутора лет, либо административный арест от 5 до 15 суток. Чаще всего покидают место аварии в ночное время, рассчитывая, что в темноте номер машины не будет заметен. Однако, сбегают порой и среди бела дня. В большинстве случаев оставление места ДТП является, что водитель лишен права на управление, либо не имеет такого права на управление транспортным средством. Также состояние алкогольного опьянения, наркотического, либо еще каких-либо факторов иных. Поэтому страховки отсутствия тоже люди боятся, хотя за данное нарушение предусмотрено штраф 800 рублей. Еще один подобный случай произошел 29 декабря. Двое людей, отец и дочь, переходили улицу Советскую в районе торгового центра «Вкус радости» по неустановленному для перехода месту. Шли от гаражей к жилому сектору и попали под машину. Водитель с места происшествия скрылся. 29 числа, где-то с пол первого до часу дня, мой отец и моя сестра, перейдя дорогу, вот до этого места, ну и выезжающий автомобиль «Газель» сбил их, проехал отцу по ногам и сестренке по ногам. Я увез его в больницу, в Трестовскую. Вчера ему сделали вот операцию. А сестру? Сестра, ну как бы, свозили, жалуются на сильные боли, но как бы переломов нету, сфотографировали. Ну, здесь свозили на рентген, как бы, ну, переломов нету, но ноги почернели, он по ступням проехал по двум ногам. Наша съемочная группа в течение короткого времени стала свидетелем того, как в этом месте активно перебегают дорогу люди, что втройне удивительно, ведь пешеходный переход находится буквально в двух шагах. Итак, почему же, выходя из гаражей, люди не доходят буквально 100 метров до пешеходного перехода и идут напрямую через две проезжие части, через трамвайную линию? Все достаточно просто. Здесь заборы, флажки, здесь пройти просто невозможно. Для того, чтобы дойти до пешеходного перехода, нужно выйти на проезжую часть и идти по ней, что еще опаснее. Отец и дочь, переходя дорогу в неположенном месте, решили, что выбрали меньшее из двух узлов. Однако судьба распорядилась иначе. Госавтоинспекция по городу Магнитогорску обращается к участникам дорожного движения. Если у вас есть информация о данном дорожно-транспортном происшествии, либо запись с камер видеорегистраторов, позвоните по телефону 29 86 27 29 86 50, либо по телефону дежурной части ГИБДД 20 90 14. Анонимность гарантируется. Галина Смирнова, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.